Решите систему. Вначале предлагаю посмотреть оригинальный графический способ умножения любых чисел без калькулятора и без использования таблицы умножения. Ссылка будет в описании. Заметим, что при попарной замене друг на друга переменных, например, x на y, или y на z, или x на z, наша система не изменится. А это значит, что мы имеем так называемую симметрическую систему, только на этот раз с тремя неизвестными. Напомню, что когда мы решали симметрические системы с двумя переменными, у нас была специальная замена. x плюс y равно u, x умножить на y равно v. Но на этот раз у нас появилась третья переменная. И оказывается, что для таких систем тоже есть специальные замены, или можно сказать подстановки. Конечно, можно эту систему решить и без специальных подстановок. Она не сложная. То есть можно попробовать выразить левые части друг через друга, подставить единицы, и все получится. Но для случая более сложных систем, намного проще будет использовать готовые специальные подстановки. И замены наши будут иметь следующий вид. x плюс y плюс z мы заменим на новую переменную u. x, y плюс y, z плюс z, x мы заменим на новую переменную v. И произведение x, y, z мы заменим на новую переменную w. Далее наша задача будет состоять в том, чтобы найти новые переменные u, v и w. Учитывая, что переменная u уже известна, она равна единице, то нам останется найти только v и w. Приступаем к нашей системе. Первое уравнение мы трогать не будем. Из него сразу следует, что u равно единице. Поэтому сразу приступаем ко второму уравнению. А именно, пытаемся выразить левую часть этого нашего второго уравнения через левые части в нашей системе подстановок. Сделаем это следующим образом. Сумму квадратов переменных выразим через квадрат суммы этих трех переменных. Тогда получим x плюс y плюс z в квадрате минус удвоенное произведение всех возможных пар этих трех переменных. То есть минус 2 умножить на x, y плюс y, z и плюс z умножить на x. Кому непонятно, как получилось это равенство, может его получить, исходя из формулы для квадрата суммы трех чисел. То есть начать с этого квадрата, получить сумму квадратов чисел плюс удвоенное произведение всевозможных пар этих чисел и затем уже выразить то, что нам нужно. Теперь x плюс y плюс z равно u, а сумма во второй скобке равна v. Теперь подставляем то, что мы нашли в левую часть второго уравнения нашей системы и получаем u квадрат минус 2v равно 1. Напомню, что первое уравнение нам тоже уже известно. Это u равно 1. И осталось получить третье уравнение, используя третье уравнение нашей старой системы. Давайте сразу запишем первые два уравнения нашей новой системы. И уже затем перейдем к третьему уравнению. u равно 1. И u квадрат минус 2v равно 1. Далее попробуем выразить левую часть третьего уравнения через u, v, w, используя нашу систему замены. Для этого будем использовать один из прошлых уроков. Ссылка будет в описании. А именно, x в кубе плюс y в кубе плюс z в кубе минус 3xy. Ранее в одном из прошлых видео нам удалось разложить на множители. В результате чего мы получили x плюс y плюс z умножить на x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. И минус xy минус yz минус zx. Если мы сейчас из этого уравнения выразим то, что нам надо, то есть сумму кубов, то тогда минус 3xy мы перенесем вправо со знаком плюс и получим нужное нам равенство. Давайте, чтобы не переписывать, я сразу уберу вот здесь вычитаемое и добавлю в правой части к нашей разности. То есть будет плюс 3xyz. Ну и теперь, используя нашу систему, заменяем x плюс y плюс z на u сумму квадратов переменных. Заменяем на то, что мы только что получили во втором уравнении для левой части. То есть на u квадрат минус 2v. Ну и теперь то, что осталось, будет равно минус v. Да, и еще у нас плюсутройное произведение всех трех переменных. То есть плюс 3w. Итак, вместо суммы кубов всех трех переменных мы получим u умножить на скобки в скобках u квадрат минус 2v минус v, скобку закрываем, плюс 3w. И все это равно единице. И мы получили новую, более простую систему. Она легко решается. u у нас равно единице. Теперь подставляем эту единичку вместо u во второе уравнение. Получаем 2v равно 0. Откуда v равно 0. Ну и теперь подставляем то, что мы нашли, в третье уравнение. А это значит, что w также равно 0. Возвращаемся к нашим заменам. То есть подставляем то, что мы нашли, в систему подстановок. В результате получаем x плюс y плюс z равно единице. x, y плюс y, z плюс z, x равно 0. И x, y, z равно 0. Для того, чтобы решить систему, начнем с решения самого простого уравнения. Произведение трех сомножителей равно 0, когда хотя бы один из них равен 0, а остальные имеют смысл. То есть из третьего уравнения получаем совокупность или x равен 0, или y равен 0, или z равен 0. Теперь нужно рассмотреть все эти три случая с учетом первых двух уравнений нашей системы. Первый случай. Если x равен 0, то тогда наша система будет иметь вид y плюс z равно 1, и y умножить на z равно 0. Учитывая, что второе уравнение представляет собой совокупность, либо y равен 0, либо z равно 0, первое пока перепишем. Окончательно получаем для первого случая, то есть для случая, когда x равен 0, две тройки решений. То есть первая тройка x, 0, y, 0, а z равно 1. Или вторая тройка x, 0, y, равен 1, и z равно 0. Далее, если мы аналогично рассмотрим два других случая, то мы в дополнение к этим двум тройкам получим еще одно третье решение. То есть так и запишем. Если y равен 0, или z равно 0, то решаем аналогично. И в результате мы получим третью тройку. x равен 1, y равен 0, и z равно 0. Пишем ответ. Три тройки чисел являются решениями данной системы. Первая тройка 1, 0, 0. Вторая тройка 0, 1, 0. И третья тройка 0, 0, 1. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте посмотреть уникальный способ умножения любых чисел без калькулятора и без таблицы умножения.